По поводу случая предпринимателя Константина Бахтина, которого арестовали технику и не могут вернуть до сих пор. Скажите, знаете ли вы об этом случае и что можно сделать, как помочь человеку? Все-таки он несет убытки два года и непонятно, вернуть этот реставратор, не вернуть. Давайте скажем, что мы сегодня собрали. Здесь международная рабочая группа по защите прав предпринимателей, она проводится при Генеральной факультуре, она проводится здесь, у нас на территории Московской области. И в Аданте не только, она смотрит какой-то отдельный вопрос, вы кажется, на который вы меня спрашиваете. Мы должны выявить, какие системные вещи, которые происходят, у нас только очень большая, уникальная субъекта, у нас только количество различных предприятий, малых, средних, трудных, более 300 тысяч. И когда мы рассматриваем те или иные дела, ведь все-таки надо четко с вами понимать, что бизнесмены очень часто пользуются к моим сарафанным раком. Мы помогли, мы порешали какие-то вопросы. Очень важный аспект связан с тем, что при сестра Генеральной прокуратуры, при представителе областного прокурорства, на какой-то следственной комитет же Московской области, мы затронем в том числе и системные вещи. И я очень надеюсь на то, что через череду общественных приемных, которые созданы во всех муниципальных образованиях Московской области, мы сумеем сделать таким образом, чтобы тот пример, про который мы сегодня говорили, он не повторялся, и чтобы будет повторяться в каких-то более локальных масштабах. Вот наша самая основная задача сегодняшней встречи, сегодняшнего совещания. Все-таки конкретно, по этому случаю, что можно предпринять? Ну, давай так. Действительно, эта тема уже идет не первый месяц, даже не первый год. Я очень надеюсь на то, что, как и здесь Генеральная прокуратура, и представители областной прокуратуры, мы все-таки сумеем найти способ, как помочь предпринимателю. Хотя, в общем, вопрос здесь все равно вопиющий, потому что, если вы знаете, эта техника была на каком-то этапе признана вещественными доказательствами, оказалось, ее следы, как-то пропали. Поэтому мы будем смотреть, и я надеюсь, каким-то образом найдем какие-то решения данного непростого, и участие на основном вопросе. То есть в прокуратуру поступит информация, она уже будет разбираться в производительном порядке? Ну, конечно, во-первых, этот представитель действительно ко мне приходил на прием, и я надеюсь на то, что мы действительно поможем ему решить данный вопрос. А в целом, как часто с такими случаями обращаются предприниматели? Вот вы говорили, что вы будете системно решать на уровне области, чтобы меньше подобных было нарушений. А вообще, какая статистика за последний, может быть, год? Смотрите, если взять результаты 2016 года, ко мне в аппарат поступило больше 1200 обращений. Они проходят по разным каналам, какие-то приходят напрямую. Очень много обращений через общественные приемные, которые работают в муниципальных образованиях. Кто-то от федерального омбудсмена. Статистика такая, что более 2-3 обращений мы решаем положительно, стараемся помогать предпринимателям. Иногда, конечно, это дела, которые тянутся не один месяц. Нам приходится в качестве третьей стороны выступать в судах, на стороне предпринимателя. Действительно, наверное, институт, который был, если вы знаете, создан нашим президентом еще 5 лет, но он подтвердился в необходимом существовании. И то, что идут все более сложные дела, говорит о том, что в институт бизнесмены поверили. И действительно, этот институт надо развивать, в том числе и на территории Московской области. Продолжение следует...